Вот можно я спрошу, есть люди тут действительно, кому это интересно, ну, кто хотел бы этим заняться в ближайшее время, или это просто, типа, для... Да, в том числе наш портал, мы планируем, да, развитие, мы, во-первых, нас смотрят, мы потом это все выкладываем на YouTube-канал «Питер Татар», а дальше у нас есть адресная рассылка, у нас есть свои Telegram-каналы и чаты, где мы обвиниваемся профессиональным вот этим вот контентом, а так как вектор нашего портала, он в сторону мультимедиа и развития продакшн, конечно же, вы здесь не просто так, вы же дали согласие на участие, поэтому вам слово. А можно это я сейчас спрошу, может, у вас сразу есть какие-то вопросы, о чем именно рассказать, потому что 20 минут, времени немного, может, у вас есть какой-то конкретный запрос у всех, то есть, не знаю, там, про аудиторию, про контент, или лучше про все по чуть-чуть рассказать, как? Дело в том, что, Айнур, вы для нас очень такой достаточно важный спикер, потому что и фестиваль блогеров «Заман» в 2021 году был, и «Дни татарской молодежи», вы все время в эпицентре вот этих событий. Если брать, ну, как бы, там, пятый фестиваль «Тюркской молодежи», в общем, в сообществе «Тюбитея Фэмили», да, клуб «Бизнес Орда». Поэтому здесь важно понять, что вы, находясь в вот этих всех процессах, являясь активным участником и формируете тот или иной контент, интересно, на что вы опираетесь, вообще, ваша миссия, ваша цель, вы зачем, ну, как бы, ведете те или иные форматы, как раз там, создаете те или иные видеосюжеты. Вот об этом, и как вы видите развитие блог-среды, тем более, общаясь напрямую с блогерами, с молодежью на всех этих слетах? По поводу, вообще, татарского, именно, вот, YouTube, там все очень плохо, там нет аудитории почти татарской, она есть, но именно по татарской тематике, то есть ролики в среднем собирают, там, 2-3 тысячи просмотров, вот, и те, у кого это, вот, хороший продакшн, еще что-то, там, кто делает что-то интересное, вот, но при этом есть какие-то такие аномалии, например, есть канал Фогиля, кто знает такой канал, где женщина просто снимает бабушек, там, женщин, которые говорят по-татарски, и там, ну, такие ролики, где там она снимает бабушку, и бабушка говорит, типа, «Ко мне ночью пришел шайтан». Вот, эти ролики очень много просмотров собирают, там, десятки тысяч, там, сотни тысяч, это на данный момент самый, вот, такой популярный, наверное, живой татарский YouTube-канал. Есть YouTube-каналы каких-то звезд, типа, там, Гузель Уразовой, Элвин Грей, там тоже много подписчиков, вот, и все остальное ничтожно мало имеет какую-то, там, не знаю, аудиторию, вот, а мы сами YouTube-ом, ну, это вот просто, чтобы вы понимали, что есть, да, то есть есть вот такие ролики, где там бабушки говорят по-татарски, они собирают много просмотров, основной способ их распространения, там, в WhatsApp-е друг друга присылают, там говорят, посмотри, какой ролик. Вот, есть что-то интеллектуальное, там, типа, уроки истории, политические какие-то мысли, это каналы, типа, там, Тат Полит, Татары Мира, и в том числе, вот, например, наш канал, если делать чисто татарское, это собирает, там, две-три тысячи просмотров. Есть каналы звезд, то есть, которые выкладывают, там, свои песни, клипы, они тоже собирают много просмотров. Есть просто каналы, которые, там, выкладывают нарезки с различных, там, ну, с различных песен, там, танцев татарских, и, наверное, еще можно выделить, там, различные медиа, у которых тоже есть свой канал, типа, ТНВ свои ролики выкладывает, ТМТВ свои ролики выкладывает, вот, но это, как бы, нам не релевантно, потому что мы говорим о каком-то, вот, ну, собственном, там, авторском блогинге. Вот, и здесь получается какая вещь, что очень тяжело будет набирать аудиторию тем, кто хочет этим заняться, очень тяжело это делать. Почему? Во-первых, еще раз, нет какой-то сложившейся татарской аудитории в Ютубе, она есть, судя по всему, в Инстаграме, судя по всему, в ТикТоке, вот, но в Ютубе ее такой сконцентрированной нет. Во-вторых, Ютуб, как площадка, которая сама распространяет вот свои видео, то есть ее вот интеллектуальные системы, которые позволяют шерить дальше ролики и находить новых зрителей, она работает таким образом, что она не очень хорошо понимает, где татары, где русские, где, не знаю, пашкирии и тому подобное. То есть пока не будет много каналов, много татар на Ютубе, которые будут смотреть от ней те же татарские каналы, тяжело будет двигаться, потому что Ютуб не понимает, кому дальше рекомендовать. То есть человек, который смотрит татарский канал, он также смотрит там, условно, Дудя, какую-нибудь там популярную политику, и там, не знаю, и другую, и так далее. И то есть непонятно, кому показывать. Например, в эту ловушку попали мы. Мы, когда начали делать ролики, Ютуб начал нас показывать казахам. И у нас образовалось большое казахское ядро на канале. Соответственно, у нас стало казахов 50%. И когда мы, и мы, получается, стали зависимы от аудитории. И, соответственно, мы не можем, мы с тех пор дальше не можем вернуться в татарский, вот чисто в татарский, теперь мы делаем тюркский контент. То есть у нас мы затрагиваем, в принципе, все, весь тюркский мир, все шесть, сколько там, независимых стран, да, рассказываем про Казахстан, в первую очередь, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Турцию. Рассказываем про тюркские народы в России и так далее и тому подобное. И туда, получается, вкрапляем татарское. То есть если мы делаем там реакцию на татарские клипы, то там будет, например, казахский клип и татарский. Если мы говорим про новости, мы обязательно расскажем про новости Казахстана, про новости Турции. И там только вот новости татар. Вот так вот получилось. Потому что мы почти пять лет развивали канал, только делали для татар. И мы там собрали типа 4-5 тысяч подписчиков. И вот ровно год мы делаем канал для тюрков. И у нас за этот год на канале почти 20 тысяч подписчиков. Ну, то есть это очень показательно. Колоссальный, колоссальный рост. Да, да, но это вообще, конечно, я не выдерживаю по этому комментарию. Так, интересно, дальше вот какие процессы в развитии столкнулся ваш канал? Ютуб, в отличие, например, от других блогов, требует очень много работы. Например, ну, то есть вы помимо того, что сняли видео, там нужно со всеми договориться, снять. К нему еще идет очень большая работа, в том плане, что ее надо смонтировать. Туда нужно сделать обложку, туда нужно ее сделать описание. Это занимает очень много времени. То есть для тех, кто хочет больше, ну, дальше этим заниматься, здесь нужна система. У нас, например, система очень простая. Мы встречаемся раз в две недели, снимаем 3-4 ролика, и потом в свободное время монтируем и стараемся выпускать там один ролик в неделю, два ролика в неделю. Ну, то есть у нас вот так было. После событий 24 февраля мы немножко сбились, потому что мы не понимали, что показывать в этих текущих реалиях. Ну, вот, потому что, ну, казалось, что уже такое, ну, там, развлекательное что-то неуместное, а у нас, то есть развлекательный контент имел большую долю. Вот. Это вот просто, ну, для тех, кто хочет заниматься, нужно понять, что этим нужно заниматься системно. Это если вы делаете сами, нужно самому время выделять, я не знаю, ну, в неделю, я думаю, что в среднем, там, часов 20 на это точно нужно уделять. Ну, вот, либо, ну, как бы иметь ресурсы, чтобы нанимать монтажеров, дизайнеров, чтобы самому, например, отсняться и отдать там на монтаж. Мы монтируем сами. У нас канал генерирует какие-то деньги, у нас есть спонсоры, патроны. Раньше была YouTube-монетизация, но это, то есть, небольшие деньги, то есть мы, может быть, 15-20 тысяч в месяц можем сделать там в лучшие времена. Вот. Сейчас еще раз монетизация YouTube отключена, но вот у нас так как 50% казахи, у нас это монетизируется, потому что они смотрят, а у них монетизация не отключена, соответственно. Плюс есть, вот сейчас многие люди сидят с VPN, и, например, когда они с VPN заходят в Instagram, потом переходят на YouTube, у них тоже монетизация остается. Дальше по поводу форматов тоже скажу, например, что можно было бы делать Татарм. Сейчас вообще на YouTube большую экспансию делает Татмедиа, они там, у них огромные бюджеты, они сделали очень много каналов, может, видели там, у журналов там Yolkan есть свой канал, есть там Татмедиа Джуниор канал, то есть миллион различных татарских каналов, но просмотры там, по-моему, тоже не особо там большие. Вот. Поэтому можно разделить тоже по аудиториям. Вот только татароязычный контент, очень маленькая аудитория будет, то есть очень татароязычный. На русском языке, но про татары и околотатарскую тему, чуть больше будет аудитория, но будут те, кто будет писать вам, типа «ниасис татаршисюляшмисис», «ниасис рушасюляшепмилятнебэтрясис» и так далее и тому подобное. Вот. И третий вариант – можно делать какой-то симбиоз. Например, мы начали делать симбиоз, мы условно там 60% роликов вначале говорим на русском и 40% говорим на татарском. Но мы вначале говорим, «Ребята, если вы хотите послушать татарскую часть, переходите по таймкоду и слушайте по татарски». То есть таким образом, ну, ролики очень интерактивные, то есть в любой момент вы можете там нажать на таймкод, перейти и, соответственно, получить, ну, как бы, внимание всех людей. Дальше. Какие ролики по формату? Мы, например, остановились, что мы берем несколько форматов, это подкаст, и подкаст, соответственно, что это? Это просто разговор на видео. То есть у вас должен быть, вообще, что бы ни случилось, должен быть всегда качественный звук, 100%, потому что очень много людей слушают YouTube на фоне. Они ставят телефон, не знаю, сидят в туалете, моются в душе, кушают, готовят кушать, и так далее, и тому подобное. То есть все люди, которые занимаются исследованиями поведения пользователей YouTube, они, как бы, ну, говорят о том, что это вот большинство времени, это на фоне, поэтому у вас в первую очередь должен быть хороший звук. Вот. И, соответственно, у нас просто вот есть подкаст. Если у нас, ну, подкаст что такое? Вы просто говорите, у вас меняются там кадры, какой-то кадр приближается, и если тема интересна, вы можете хорошо говорить, то есть люди это посмотрят, ну, то есть вы для себя облегчаете работу, вам не нужно много монтировать, то есть вы быстренько сняли, вам нужно на монтажном, ну, на монтажном каком-то приложении быстренько один раз посмотреть, нарезать, и все, все супер, очень быстро, очень удобно. Например, если вот вы делаете, как Urban Tatar, еще без видео, то вообще супер, там только аудио, ну, то есть аудио тоже, я думаю, ребята редактируют, но в любом случае достаточно быстрый процесс. А потом у нас есть новости, то есть когда мы там раз в две недели обсуждаем новости татарского и тюркского мира, здесь удобно то, что вам не нужно думать в голове контент, он сам, ну, как бы сам появляется, то есть вам сам мир дает контент. По поводу новостей у нас с ними тоже все очень плохо, в принципе, в татарском мире, например, нет какого-то там хорошего источника, если вы читаете там Tatar Inform, там или какие-то татарстанские СМИ, там получается будто бы много мусора, там они тоже, чтобы, например, привлекать какое-то внимание, часто пишут про какие-то там, ну, там какую-то желтуху, типа про жизнь звезд, какие-то ДТП, еще какая-то фигня, которая, ну, неинтересная. И поэтому мы вот решили просто отбирать какие-то новости, которые действительно касаются татарского мира. Есть очень много новостей, о которых, как бы, в принципе, нигде никто не пишет, потому что они там табуированы. Ну, то есть, чтобы вы понимали, 99% татарстанских СМИ и организаций это государственные деньги, они завязаны на государстве, поэтому там, ну, как бы, то, что нельзя, никогда не выйдет. Вот, у нас выходит, потому что мы независимы. И это вот, ну, мы считаем, как бы, вот, то, что вы спросили про миссию нашу, вот, мы считаем одной из миссий как раз-таки говорить о каких-то важных для татарского мира вещах, о которых там, ну, мало где еще скажут. То есть, мы дополнительно пытаемся какие-то проблемы освещать. Например, вот мы там пытались активно освещать тему закона Клишиса Крашевельникова по поводу лишения института президентства в нашей республике. Вот. Ну, и это получило очень большой отклик не только со стороны, там, татарной, со стороны, там, всего тюркского сообщества. Дальше у нас есть еще один такой вид контента, это наши реакции, когда мы просто, вот есть в интернете популярный такой вот, ну, может, кто не особо там смотрит, реакция, когда вы просто смотрите чужой контент и просто реагируете, типа, во, ага, вот это да. Вот, и людям это нравится, и мы таким образом распространяем, ну, например, вот есть там группа Гаугав, она выпускает свой клип, его смотрят, там, тысячи, полторы тысячи, две тысячи человек. Мы снимаем на него реакцию, и эту реакцию смотрит, там, другая аудитория, условно, тысяч пять. И вот мы помогли Гауге, условно, еще, еще получить каких-то просмотров, узнать о них. И, соответственно, мы просто берем разные, вот, тюркские группы, то есть мы сейчас это прям не активно, у нас сейчас это на канале представлено и только все отснятым, но мы это не выпускаем еще раз, потому что сейчас будто бы непонятно, почему, ну, как это может существовать. Вот, поэтому мы, мы это сделаем чуть позже. То есть, в принципе, еще раз, формат реакции, когда вы берете какой-то контент, например, ролик, там, есть ролик в интернете, там, типа, моя жена татарка. Вы смотрите и говорите, стоп, типа, вот это то, что мужик говорит про свою жену татарку, это неправда, типа, или правда. Ну, то есть, как-то комментируете чужой контент. Это тоже очень удобно, потому что и в монтаже просто получается, и, ну, то есть, и у вас есть уже что обсуждать, о чем говорить. То есть, так как, если, ну, большинство из вас, я думаю, работают на какой-то работе, там, занимаются еще чем-то, у вас в любом случае вот этот YouTube-блог будет побочным каким-то делом, и, ну, вряд ли вы сможете прям только-только, ну, вряд ли только этим будете заниматься. Поэтому у вас будет мало времени, вам нужно будет экономить свои там ресурсы, что умственные, что там временные и так далее и тому подобное. Ну, вот, это вот мы на чем остановились. То есть, три формата новости, просто беседы на разные темы. То есть, мы сейчас, у нас сейчас идет блок подкастов на тему тюркских народов. То есть, мы взяли все тюркские народы, разделили их по численности, например, там, от... У нас есть ролик, там, тюркские народы от пяти миллионов и больше, от миллиона до пяти миллиона, там, от пятьсот тысяч до миллиона. И вот мы хотим пройтись абсолютно по всем, по всем тюркским народам. То есть, классно. Мы, во-первых, сами узнаем новую информацию, пока готовимся. Во-вторых, люди как-то, ну, собирают это в едино, всю вот эту информацию и так далее и тому подобное. Вот, еще раз, подкасты на разные темы, новости и реакции. То есть, вот, мы выяснили, что это заходит, люди это смотрят. То есть, мы много разных форматов пробовали. Вот вам говорю сразу такую, то есть, ну, соль. То есть, это действительно люди будут смотреть, будут слушать. Соответственно, что... Как можно это подытожить? Еще раз, да, YouTube требует много времени, много ресурсов, требует качества, то есть, по звуку, по картинке. И третье, это эксперимент. То есть, здесь нужно... Вот, у вас есть гипотеза, вы ее тестируете, понимаете, будет это смотреть, аудитория не будет. И даже ту тему, которая у вас зашла, возможно, люди не будут активно смотреть, потому что, ну, не знаю, вот в один момент вы просто не угадали, например, вот смотрите, очень важно посмотреть, потому что, если ролик нет, вот по картинке, которая там будет, сейчас попытаюсь включить демонстрацию экрана, вам показать, и по заголовку. То есть, они должны быть так называемыми кликбейтными, то есть, чтобы человек захотел кликнуть, и потом в первые 3-4 минуты вы еще должны удержать его внимание. То есть, на Ютубе очень важно такое понятие, ну, такая метрика, как глубина просмотра, то есть, сколько человек остается на вашем видео. Вот, ну, то есть, работы много, она интересная, и я считаю, что вот видеоформат, все абсолютно сейчас соцсети делают ставку на видеоформат, это развивает и ВКонтакте, и Инстаграм, только пытаются видео площадкой стать, и Ютуб, поэтому, я думаю, Татар в Ютубе должно становиться, конечно, больше. То есть, мы друг другу не конкуренты, вот, что важно понять. То есть, многие татары, в силу, не знаю, себя, какого-то, не знаю, вот, менталитета, хоть я не особо верю в менталитет, но они, как бы, любят там конкурировать. Вот, я жил в Питере, в Питере миллионы организаций, там несколько духовен, все друг с другом кусаются, собачиваются, нет, ну, вот, и так в каждом регионе. И в силу этого татары часто воспринимают друг друга как конкурентов, но вот в социальных сетях у нас другая ситуация. Чем больше татарских каналов, тем круче. То есть, единственное, надо сделать так, чтобы они там не обсирали друг друга, и не говорили, вот этот канал плохой, вот наш правильный. Просто у нас уже были, чтобы вы понимали, уже были замесы другими каналами, когда блогеры на других каналах выходили и говорили, вот, канал Ютуб Татарочки, типа, это, типа, отстоит, типа, вот, поэтому, там, девочки там, а у нас, как бы, девочки там ведут, они говорят, типа, девочки там глупые, ничего не понимают. То есть, уже такое было. Вот. Но нам, чем больше каналов, тем больше аудитории, тем больше все мы будем расти. То есть, для нас Ютуб – это софт-пауэр для всего татарского народа. Это способ доносить какие-то свои идеи, поэтому добро пожаловать. Вот. Я не знаю, может, у вас есть у кого-то, у меня просто я, у меня сегодня интернет очень медленный, может, у вас кто-то может сделать демонстрацию экрана и показать наш канал? Пока мы технически решаем этот вопрос, хочу поблагодарить Айнура. Айнур очень емко, динамично, и, конечно, то, что вы рассказали, это, это, скажу, такое вызывает огромное уважение, почтение, несмотря на то, что вы в этом плане там. Хотя 4 года, 4 года, да, в этом. Канал не занимает? 6 лет. Вот канал, я открыл. Да, да, да. Вот если ты включишь VPN, у тебя еще картинки подгрузятся. У тебя есть VPN какой-нибудь? Нет, VPN-а здесь нет. Ну, короче, Российская Федерация заблокировала там сервера Гугла, где лежат картинки. Ну, ладно, вот нажми на видео. Вот, во-первых, нет, нет, вот там есть вкладка видео, видео. Ага, вот. Здесь можно посмотреть, вот смотрите, от чего зависит. Вот обратите внимание, какие у нас яркие картинки, заголовки, то есть это очень сильно решает в вопросе просмотра видео. И вы можете посмотреть, если, например, мы пытаемся вкрапить татарский какой-то контент, он собирает гораздо меньше просмотров. Например, у нас там есть ролик с Ингелем по Тахму, есть ролик про Шаймиева. Они собирают там существенно меньше, чем, например, вот там у Гада язык тюркской песни. То есть вот это вот, так вот там, видите, ролик есть про Адели Кутую. То есть у нас идея какая? Мы с помощью какой-то прям дикой попсы привлекаем побольше аудитории и пытаемся ей дать что-то вот про татар. То есть там и татары посмотрят, и может кто-то еще из новой аудитории посмотрит, кому это будет интересно. Вот идея такая. Поэтому если есть вопросы, спрашивайте, там с удовольствием отвечу. Айнур, давайте тогда так сделаем. Мы сейчас перейдем, чтобы нам всех спикеров услышать, а потом у нас будет небольшой дискурс. Договорились? То есть как бы в таком ключе мы стараемся придерживаться, потому что вопросы есть, но вопросы, они как раз еще обретут большего смысла значимости, когда мы по всей нашей конве пройдемся. У меня только вот на данный момент восторг. Как тебя можно я спрашиваю? А, ну давайте, хорошо, давайте. Я спрашиваю. Потому что у меня вопрос не великий, чисто технический. Может, ты меня знаешь, не знаю, но вот я... Минтизный блем, конечно. Какой объем монтажной работы? Кто монтирует ваши передачи? Монтаж у нас... Какой объем? Смотрите... Только время не занимает. У нас есть... Монтирую и я, и Алсу, Алсу Хафисова, ведущая. Ну вот, мы берем одну неделю монтирую я, следующую готовит она условно. Монтаж занимает... Ты сидишь в Питере, да? Нет, я в Казани. Ну, тогда ладно, тогда как-нибудь встретимся. Почему? Я учиться пришел у тебя. Я хочу, чтобы у Конгресса Татар или у некоторых людей Конгресса Татар был YouTube-канал. С удовольствием мы поможем. Ну, часов шесть занимает монтаж в третьем, если по объему. Одной передачи? Одной, да, передачи. Ну, это, знаешь, если... Вы туда ведь другие посторонние видеоставки тоже ставите, да? Да, 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 да. А если... Вот есть у меня знакомый Фарид Мусратуллин в Екатеринбурге, 69 лет, он на мобильник снимает ролики, рассказывает сам, или жена его держит, мобильник, монтирует на мобильнике, как он делает, и выкладывает. У него YouTube-канал есть Фарид Мусратуллин. Так тоже можно. Так что ваш пример вдохновляет нас. Я буду... Надеюсь на твою поддержку. Я рад, что... Конечно, у нас есть операторы и режиссеры, но есть кому монтировать, но они тоже этим не занимались. Ну да. Да, конечно, когда слушаешь... Пресс-сосок это прилично, конечно. Ну, а енды, да. То есть полноценный рабочий день. Еще раз, Айнур, скажите, у вас, если брать неделю, в неделю сколько выпусков? Минимум один, максимум три. И вы как раз вот по этому барабану, про который говорили, да, вот подкаст новости реакции, да, вот как бы вот прокручиваете, да, вот... Да, да, примерно два, да. Так, значит... Деньги, деньги откуда берете? Скажи, откуда? Монезатор, говоришь, от рекламы немного. Деньги. Во-первых, Ютуб раньше платил сам, то есть вам рекламу показывает Ютуб, он нам, ну, начислял деньги небольшие, там где-то тысяча, две, три, четыре в месяц. И есть у нас спонсоры, то есть патроны, это люди, которые добровольно сами ежемесячно перечисляют какую-то сумму, там от 100 до там трех тысяч рублей. Вот, и в сумме это вот выходит там 15-20 тысяч какие-то покрывают. То есть мы эти деньги копим и покупаем технику. Техника дорогая, соответственно. Так сами работаете бесплатно? Ну, сами-то, конечно, бесплатно, да, за идею. Может быть, как раз-таки логики того, что выделяется на бюджет, и может какой-то град получить, рассматривали вот такое взаимодействие по грантам? Как-то вот в эту сторону смотрели? Нет, у нас это принципиальная позиция, мы делаем, даем информацию, как только мы возьмем какой-то грант, мы будем как-то с кем-то аффилированы, что на данный момент на территории Российской Федерации для нас такое. Репутационные издержки. Объективность, да, понятно, объективность, независимость, как раз вы до этого доклада и рассказали о том, что берете ту или иную новость и ее, как бы, да, то, что республиканские не могут озвучить, вы, по крайней мере, вот создаете вокруг этого определенное тоже, да, такое информационное поле, и службы определенные могут тоже обратить внимание. Ну, в общем, на самом деле это очень ярко, остро и в то же время смело. много то, что я услышала, это у вас образование, оно связано с журналистикой, откуда такие вот глубокие познания, что, как, и такая динамика, вы как, сформировались как профессионал в этом, что-то параллельно, где учились, либо образовать не имеете это? Нет, я по образованию программист, ну, как бы, YouTube, и вот, как бы, когда вы же в Instagram-блогеры не спрашиваете, у вас есть образование, это просто, как бы, ну, в современном мире какой-то побочный навык, который, хочешь, не хочешь, развивается. Ну, меня здесь что интересует, вот, ну, вот это, вот, Лев Гумилев, пассионарность, да, и так далее, это что-то вот внутри, в глубине души, вот, желание, да, вот, что-то такое, татарский генерировать контент, ведь, несколько лет посвящали этому, а потом уже стали таким более тюркским, да, объединяющим каналом, вот, откуда это, что это, ну, как бы, может быть, что-то вас, наоборот, вовне очень сильно так расстраивало, либо что-то вот вы недополучали и решили, что раз я это не вижу, я лучше сам создам, вот, мотивация, она откуда пришла вообще, в принципе, генерировать этот YouTube канал, потому что всегда сидит какая-то мотивация, в вашем случае, что это было, с пусковым механизмом таким? Ну, вот, я в Питере, когда приехал учиться, попал в татарское движение, то есть, я сам родом из Уфы, то есть, когда я рос в Уфе, в школе, он не стоит, потому что, ну, как бы, ну, как бы, это вот многонациональная республика, но в Питере, когда ты приезжаешь, и ты говоришь, я из Уфы, и тебе говорят, а это что, это в России вообще-то? Ты говоришь, Айнур меня зовут, они там 50 лет учат твое имя, люди вообще не понимают, ну, то есть, в УЗе никто не понимал, какая национальность, они смотрели на меня, то есть, у меня реально миллион историй, я сдаю экзамен, преподаватель такой, Айнур Ахметов, а ты откуда? Я говорю, а догадайтесь, и никто не может понять, то есть, когда там спрашивали людей, а кто такие татары, они говорят, ну, типа, ну, татары-монголы, там, Дань, да, то есть, ну, ну, то есть, нет вообще, и тогда у меня начала появляться идентичность, я понимаю, что я что-то как-то отличаюсь там, вот, нашел татар в Питере, у нас была там организация, объединение татарской молодежи, вот, я, в принципе, ну, вот, многих татар в Питере знаю, и, вот, попал в организацию, и, соответственно, мы начали делать татарские проекты, но потом идея, почему в интернет перейти, была очень простая, потому что, ну, ты в офлайн, в офлайн мероприятие, ну, сколько ты людей соберешь, там, условно, ну, самый большой зал соберет 500 человек, тысячу, то есть, ну, просто делая что-то на видео, ты просто сможешь гораздо больше аудитории охватить, и все, а желание татарским заниматься, оно, как бы, такое пермаментное, постоянное, и вот просто, как бы, YouTube-канал, это такая отдушина, то есть, я все равно что-то делаю татарским, во всем мире, в цивилизованном, западном, там, люди, помимо работы, там, участвуют в одном-двум-двум-общественных каких-то движениях, и у меня это такое вот общественное движение, которое татарское. Ммм, Машала. Айнуров, очень-очень здорово взглядрили своим докладом, и так, вот такой, задали ритм, в общем, видите, я бы с вами тоже, планируют уже встретиться, так что дальше переходим к следующему спикеру, а вас еще раз, в деньгазу рахматы, и, да, да, будем с вами советоваться, вы в этом плане профессиональные. Ммм, айнуров, просто, бир не яйтмекши билам, бир фидбэк, нэссиз битинде, канал я саганда, улиссаздар, бизуне нелергиняя кореянда, музебискабэк, таги, ну, яшта шляр, хорай дебинде, не, ютубна аудитория, свитинэнда гадат, тэ, ягармэ, яшта нанда, нэссия, крыкешке хатли, мы очень хорошо видим нашу ютуб, показывает возраст наших людей, если я вам скажу, кто нас смотрит, вы все офигеете, айдай, 45 плюс, больше 50% аудитории, мэсэкэудэ, нэээ, татар-мэдэни, узягинда, китап ханага, китап оларға киргеш, онда, зур яшта гіне бір опа, білмем, Ұлтатар сынна, төгіл, башқа татар ауылынан, хамбіз, нәрсі адрсіли башлағаш, подкаст, деп мәрсі адрсіли башлағаш, улайты, астас, ней, лейлене білятсизме, дэй, Олсану білятсизме, біз, оптрибудинды, астасалар, нюхоям білязат, шенгем яку арэм, югуб, татарыч, химедэй, и лейтэ, астасанда, китап ханага, астасанда, бик контерватива, ка, мэсэзенэ каналу, диктората, так что, ней, ул пенсия, яштэнэ, мэсэзенэ, мэсэзэнэ, мэсэзэнэ, китмэгэн, нэгэдэм, тумасшоць, кэрдэнс, гээшэнэ, рэспект. Біз, дэй, ашнэр, бик ос, біз, нэм каналдар, біз, бит, статистикан, куриэбэс, он дэгдэ, дээ, гэрми біжтэн, бошлана, и оннэн, мэд, біжтэн, зуррақышылар, олрақ. Рэхмэд, рэхмэд рэйма.